Режут по живому. Они фактически ставят врачей-пациентов перед выбором. Смерть на операционном столе от болевого шока или тюрьма. В больницах уже начинается дефицит препаратов для анестезии. Медики в панике, ведь делать операции без наркоза они еще не привыкли. Медицинские эксперименты, которые стараются ставить над украинцами псевдореформаторы, напоминают издевательство над пленными в концлагерях. Открытым остается вопрос. Что делать сотням тысяч людей, которым требуются операции, а анестетиков нет? Председатель Киевского профсоюза работников здравоохранения Лариса Конаровская рассказала, последствия от экспериментов с препаратами непредсказуемы. На каком основании в этом году у нас 10 смертей от ботулизма? На каком основании у нас растет заболеваемость гепатита? На каком основании у нас не куплены нужные вакцины и сыворотки? Где деньги? Суд должна заниматься только вы не будете этого. Прокуратура, это даже не профсоюз. Понимаете, уничтожили 95 специалистов, которые работали в Минздраве, нештатных, которые знали, что делать. А мы так взяли под зад коленом, до свидания, мама не горюй. Пришла американская тетка из медицинского образования. Отказ от наркоза – это очередная мера экономии от министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Здесь ее уже называют «доктор смерти». И украинские политологи считают, это не конец. Продолжение реформ следует. Это результат той реформы здравоохранения, которую пытаются проводить на Украине представители украинской власти. Как мы знаем, еще в 2014 году данная реформа начала реализовываться. И вот сейчас мы видим ее quintessence, когда фактически украинское государство отказывается финансировать всю систему здравоохранения в стране. То есть за эти три года были закрыты сотни учреждений здравоохранения в селах, поселках городского типа, районах. Об этом просто на Украине не принято говорить. Но если посмотреть статистику, то мы увидим, что ситуация в этой области действительно катастрофическая. Ранее Мездрав Украины не закупил важнейшие вакцины для граждан. Но теперь это называют детским садом по сравнению с операциями без наркоза.